МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две поножовщины, одно убийство. Вышли ночью, пошли куда-то искать водку. Он приходит, через день все утро. Все чаще алкоголь доводит до греха. Сбил женщину и не остановился. Получил различные травмы. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными. Упал, очнулся, гипс. Нога соскользнула, и при этом я упал на руку. За неделю десятки горожан получили травмы из-за гололеда. Спасите лебедей. Нижникамцы переживают за судьбу птиц, оставшихся на озере. Полвека в искусстве. В галерее отражения стартовала выставка, посвященная юбилею детской художественной школы. Нижникамские художники отметили юбилей родной Альма-Матер. Об этом и не только. Прямо сейчас в прямом эфире Нижникамские новости в студии Вера Вирца. Здравствуйте. Два факта поножовщины и одно убийство. Такова сводка происшествий за сутки с небольшим. Все преступления связывает одно. Они были совершены во время распития спиртных напитков. Вера Муратова подробнее. Я не знаю, меня избили. Сейчас что ли? Да. Кто вас искал? Да вон там, на третьем этаже. Я полицию жду. Сегодня полиция приедет уже по другому поводу. Общежитие на студенческой 3 попадает в криминальные сводки постоянно. Одно из последних преступлений по ножовщинам. 46-летний мужчина ранил своего собутыльника. Удар пришелся в оплость живота. Молодой человек успел выбежать из комнаты и вызвать скорую помощь. Но местные жители об этом ничего не слышали. Вы знаете, в общежитиях я считаю, что всегда живут люди чуть-чуть неправильно. Есть воровство, есть оскорбление, есть трата денег чужих. Есть пьют и дерутся. Вот это нормально. А по большому счету, я считаю, все может произойти, тем более, как вы говорите, по ножовщинам. 19-летнего пострадавшего отвезли в больницу. А вот его приятеля, который схватился за нож, в камеру для задержанных. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Аналогичное преступление было совершено также на корабельной 28. Там от лезвия ножа пострадал 35-летний мужчина. Вышли ночью, пошли куда-то искать водку. Потом приходят. Через день все, труп. Но вчера тут милиционеры ходили. Один там, который вместе с ним пил, с хозяином. Вот он и вызвал милицию, говорят. А на вокзальной 38 очередная пьяная посиделка закончилась трагедией. Люди говорят, что в тот день в квартире на пятом этаже было три человека. Сосед выпивал, но вел себя всегда тихо. Агрессивным его никто не видел. Кровавая драма разыгралась за этой дверью под такому же сценарию, как на студенческой три. Мужчины выпивали. В какой-то момент хозяин схватился за нож и убил своего приятеля. После чего сразу же скрылся с места преступления. Погибший жил в этом же доме, но в другом подъезде. Мужчине было 52 года. Сейчас следователи ищут беглеца. Ранее он уже был судим. Делом занимается Следственный комитет. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР. В состоянии алкогольного опьянения опасно садиться за руль. Притом не только для водителей, но и для пешеходов. Подтверждение тому наезд, который случился на проспекте Химиков. Под колеса автомобиля, которым управлял пьяный мужчина, попала молодая Нижникамка. Это не единственный наезд. И за последнее время об остальных расскажет Светлана Шумкова. За последние дни в Нижникамске произошло несколько наездов на пешеходов. Один из них на этом пешеходном переходе по проспекту Химиков. Водитель сбил женщину, после чего решил скрыться с места ДТП. Позже в интернете появилось видео с регистратора очевидца. Водитель Нивы сбивает пешехода на переходе и даже не останавливается, решив сбежать с места происшествия. Мужчину уже задержали. Им оказался 50-летний Нижникамец, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход, значит, получил различные травмы. По данному факту проводится административное расследование, в рамках которого уже будет принято решение. Но так или иначе водитель, поскольку имел признаки опьянения, в любом случае будет лишен права управления транспортным средством совместно со штрафом в размере 30 тысяч рублей. А по факту нанесения телесных повреждений уже будет, после проведения судебно-медицинской экспертизы, устанавливаться степень его ответственности. Еще один наезд произошел на проспекте Шинников. 18-летний водитель Лады Приоры не уступил дорогу 29-летней женщине и сбил ее. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В то время как молодой водитель двигался по улице Менделеева со стороны улицы Бызова в сторону проспекта Шинников. В результате ДТП девушка получила уши поясничного отдела и была доставлена в больницу. Поскольку водитель не так давно управляет транспортным средством, пояснил, что не смог остановить транспортное средство. Также в связи с тем, что в настоящее время уже наступила зима, на дорогах очень скользко. И не каждый водитель с малым опытом может своевременно остановить свой автомобиль. За 10 месяцев текущего года произошел 51 наезд на пешеходов. Из них 32 – случаи на пешеходных переходах. Четыре человека погибли. В 18 случаях наезды произошли по вине самих пешеходов, а вот остальные уже по вине водителей. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Немало аварий происходит и вследствие того, что водители выезжают на встречную полосу, не убедившись в том, что она свободна. За 10 месяцев этого года в республике это стало причиной 252 ДТП, в которых 81 человек погиб. В Нижнекамске произошло 9 таких аварий. Они унесли жизни двух человек. 13 получили травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Встречная полоса». Чтобы напомнить, прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться в том, что встречная полоса свободна и безопасна. Соблюдают это правило не все. С начала года таких нарушений больше тысячи. И это только те, что были зарегистрированы. За выезд на полосу встречного движения, там, где это запрещено, грозит административная и уголовная ответственность. Административная ответственность грозит в том случае, если водитель попадает впервые, значит, он совершает данный вид правонарушения. И это влечет, значит, на первый раз административную ответственность в виде штрафа в сумме 5000 рублей, либо лишение, значит, права управления транспортным средством до полугода. В случае, если водитель в течение календарного года повторно совершает данное административное правонарушение, он уже привлекается к ответственности в виде лишения права управления транспортным средством на год. И особенно это важно сейчас, когда на дорогах гололед, травму на улице только за неделю получило 27 детей. С появлением катков и горок эта цифра, говорят специалисты, будет только расти. Среди взрослых падений меньше, но стоит быть аккуратными, внимательно передвигаться по скользкой брусчатке и обращать внимание на обувь. Что еще рекомендуют врачи в материале далее. Дикий дискомфорт ощущаю. То есть я не могу нормально что-то сделать. Отпуск плавно перешел в больничный. Уже больше двух недель наш коллега Денис Макаров не появляется в эфире программы «Новости Нижнекамска». Совсем недавно он стал одной из первых жертв осенних заморозков. Подсказнулся на замерзшей брусчатке. Нога соскользнула, и при этом я упал на руку. Соответственно, я уже поднимаюсь, понимаю, что рука у меня все больше, она не двигается. Обратился я сразу в травматологию после этого. Мне сделали заключение, что у меня перелом с вывихом. Денис – один из десятка человек, получивших травму на улице за последние две недели. Среди детей эта цифра еще выше – 27 случаев только за 7 дней. Врачи говорят, они менее внимательны и больше времени проводят на улице. Возможно, что даже еще дети в зимние обувь не успели приодеться, а в весенние-осенние обуви по снегу бегать, она очень скользкая. Плюс сам шаг, ходьба зимняя и летняя отличаются. То есть во время гололеда желательно ходить мелкими шажочками, аккуратными, скользящими, возможно, движениями даже в каких-то местах. Они с непривычки, дети, привыкли летом бегать. И так же бегут и по гололеду сразу же падают. С началом холодов растет и количество случаев обморожения. Врачи рекомендуют сократить время пребывания на улице и одеваться по погоде. Уже известные об одном случае обморожения. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Пациент обратился к врачам, ему прописали лечение, отпустили домой. Медики настоятельно рекомендуют не забывать о теплой одежде, надевать головные уборы и перчатки. Конечности рук наиболее подвержены переохлаждению, особенно у детей. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Новости НТР. Десять сундуков и гостинцы жители села Благодатное собрали для своих мобилизованных земляков из сосновского сельского поселения необходимые вещи. В их числе и 10 переносных ящиков. Они необходимы бойцам для транспортировки личных вещей в зону боевого слаживания. Отправка должна состояться уже в ближайшие дни. Также были закуплены пироги и чак-чак. Все это сегодня отвезли адресатам в Казань-экспо. С нашими ребятами, в том числе родителями, регулярно поддерживаем связь. Наши земляки все понимают, что происходит. И многие стараются помочь, чем могут. Прошлую неделю, например, организовали заготовку дров, тем мобилизованных у которых только матеря остались дома. Дополнительная гуманитарная помощь будет отправлена в эту пятницу в батальоны Алга и Тимер. Парням нужны витамины, противовирусные лекарства, теплые носки, перчатки, воротники, одеяло, мусорные пакеты и спальники. Это можно принести в среду и четверг с 8 утра до 17.00 по адресу Гагарина, 50 Б, здание детского сада номер 41. Медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти и на официальном сайте ntrdefis24.ru. Там же идет круглосуточная трансляция канала. Жители Большого Афанасова создали петицию против появления в их поселении исправительного учреждения. Актив стал собирать подписи. Люди боятся, что соседство с осужденными может принести массу проблем. Общежитие, по их мнению, не предназначено по содержанию людей, приступивших закон. Может вырасти преступность. Аргументов против приведено в документе много. Пока не поздно, они просят перенести исправительное учреждение в другое место. Если их требования не будут услышаны, жители села готовы идти до конца и писать во все инстанции. Пятерка отставших рядом с селом Просте заметили лебедей. Неравнодушный рыбак заснял пернатых на видео и отправил в нашу редакцию. Оказалось, обитают водоплавающие на озере Ржавец. Нижнекамцы считают, птицы не смогли улететь на следующей неделе. Начнется зима, водоем потихоньку покрывается льдом. Люди боятся, что при таких холодах лебеди просто замерзнут. Мы спросили у эксперта, стоит ли переживать. Во время перелета у лебедей растянутое. Они задерживаются на водоемах до тех пор, пока есть еда. То есть пока водоем не покроется льдом. Ну, то, что как раз вот и мы сейчас наблюдаем. То есть все это нормально. Они улетят, когда водоем замерзнет полностью. Вместо мазута газ на биологических очистных сооружениях Нижнекамск-Нефтехима заработала современная котельная. Она обеспечивает теплом 11 объектов, которые находятся на территории. Новое оборудование позволяет предприятию не только экономить, но и вносить существенный вклад в охрану окружающей среды. Чудо-технику своими глазами увидел Александр Халин. Все работает как часы. При этом весь процесс полностью автоматизирован. В работу газовая котельная включилась с наступлением холодов. Сейчас это здание полностью обеспечивает теплом 11 объектов биологических очистных сооружений Нижнекамского предприятия «Сибура». Расход мазута, во-первых, был у нас очень большой на мазутной котельной. Здесь затраты намного меньше в разы. Также она была построена для того, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не требует обслуживающих персонала. Работает модульная котельная в автоматическом режиме постоянно в зависимости от температуры окружающей среды. А теперь давайте сравним. Вот оно, старое здание котельной. Площадь раз в пять или даже шесть больше, чем нынешний модульный комплекс. И чтобы запустить все оборудование, рабочим приходилось изрядно попотеть. На рожек печей уходило больше суток. Сейчас запустить газовую котельную специалистам большого труда не составляет. Нужно лишь повернуть тумблер вот этот. Так же просто оборудование и выключается, только все действия происходят наоборот. Благодаря новой котельной расходы снизились в четыре раза. По расчетам специалистов, замена мазутной котельной на газовую позволит уменьшить на 81% выбросы загрязняющих веществ. Запуск этого объекта стал очередным шагом со стороны Нижнекамс-Нефтехима в сторону улучшения экологии на территории города и района. Александр Халинов, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. 50 лет творчества. Художественная школа номер один отметила полувековой юбилей. Поздравить учреждение с праздником пришли бывшие преподаватели и выпускники. Среди них заслуженные работники культуры и именитые художники Татарстана. Как прошел праздник, расскажет Анжелика Степанова. Станковая, прикладная и декоративная композиция, а также рисунок, типографика и бумажная пластика. Все это изучают воспитанники художественной школы номер один. После окончания отсюда выйдут настоящие творцы и мастера своего дела. Не зря программа у них называется предпрофессиональной. Малыши же пока учатся по общеразвивающему плану. Хлебка, декоративно-прикладное искусство, ИЗО. Мне нравятся учителя, они хорошо объясняют тему, как нужно рисовать. Я многому научилась в этой школе. Живопись, например, реалистично рисовать, пропорции. И настоящих людей, наброски людей с натуры. Такие домашние задания дают. Я умею рисовать объем. Еще я умею рисовать разных животных. Ну и проявляем свою фантазию. Рисуем разные композиции и так далее. Ну мне понравилась очень сильно моя учительница. Она самая добрая у меня, самая хорошая, самая лучшая. Ну она очень хорошо объясняет и мне все понятно. А это уже выпускники. Юными художниками они были много лет назад. Теперь вернулись, чтобы поздравить преподавателей с юбилеем. Детской художественной школе исполняется 50 лет. Теплые и радостные воспоминания хранимы в сердцах о времени, проведенном здесь. О том, как мы учились рисовать. Как не учились. Как не хотели учиться. Как за уши тянули. Все это мы помним. Были переезды, сколько, раз, два, три, три, это четвертый. То есть ремонты капитальные, там всякие происшествия. Удалось сохранить коллектив. У нас очень стабильный коллектив. Стаж по 20-30 лет. И только в этом году, год, кстати, особенно, мы приняли трех молодых девушек совершенно. После педучилища института. Когда-то художественная школа принимала и самого Леонида Авраменко. В 70-х в качестве ученика. В 80-х уже в роли преподавателя. В 1983-м он стал директором. Остается им до сих пор. Его вклад в развитие учреждения признают все преподаватели и выпускники школы. В числе последних и известный художник республики Ильдус Муртазин. Я думаю, что со временем, может быть, даже не быстро, то есть еще при жизни Леонида Ильдановича, назвать эту художественную школу имени Авраменко. Потому что я думаю, что он заслужил это. Я сказал свое мнение. То есть я считаю, что он достойен этого. И наша художественная школа тоже достойна этого. Галерея художественной школы полна гостей. Здесь выпускники, ветераны сферы образования, трудовой коллектив. Отличившимся преподавателям вручают почетные грамоты Министерства культуры и республики. Выступают нижнекамские музыканты и вокалисты. В галерее отражения стартовала выставка, посвященная юбилею детской художественной школы. Все желающие могут ознакомиться с Золотым фондом дипломных работ выпускников. Они будут выставлены здесь до 30 ноября. Вход бесплатный. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Узнали секреты предпринимательства. Сегодня в 32 гимназии школьники встретились с заместителем министра промышленности Родионом Карповым. Основная часть встречи была посвящена IT-сфере. Именно в этом сегменте бизнеса сейчас необходимы свежие идеи и разработки. А школьники как раз те люди, которые их могут предложить. В актовом зале собрались ученики 10-11 классов. Им рассказали, с чего можно начать бизнес, в каких направлениях развивается IT-технология. Также ребята узнали о проектах, которые сейчас активно развиваются. И где в Татарстане их можно реализовать. Мы плотно работаем с такими замечательными площадками, как особая экономическая зона Иннополис. Это университеты Иннополис, это, получается, кванториумы, это IT-парк. Вот у нас сейчас новый открылся IT-парк. Я буквально на прошлой неделе там был. Вам тоже очень советую, либо экскурсии, либо как. Как выстроен сейчас именно образовательный процесс для нашего населения. Городские дешкалята приехали в гости к деревенским. В селе Ташлык прошло выездное совещание. Взаимодействие детских садов села и города в вопросах национального воспитания. Дети пели, танцевали, провели мастер-классы по бисероплетению, вышиванию, выжиганию по дереву. В гостях на мероприятии были депутаты. Малышка Катя в роли педагога. Своим сверстникам дает мастер-класс по бисероплетению. Бусинка к бусинке, радужные цвета и вот готов браслетик. Причем сплести можно что угодно, восхищаясь своим хобби, говорит Екатерина. Бисер – это такие мелкие штучки. Можно сделать всякие подарочки, брошки, сережки. Это маленькие частички. Они такие мелкие, но такие увлекательные. Катя – воспитанница Нижнекамского 49-го детского сада. Городская девочка приехала в гости к деревенским ребятам. Дошкалята села Ташлык оказались способными учениками. Дети из деревни Ташлык, когда сели, сразу глаза разбежались у них. И сразу они начали, вот как мы заготовку дали, сразу начали они работать. То есть им очень понравилось. Даже девочка говорит, я уже научилась. Ну, нравится детям. Это как бы другой вид. Вот дети поют, играют. Но это особо. Дети работают руками. Моторика, рог развивается. Потом они считают, количество и счет. Затем они узнают, как делаются разные орнаменты. Танцы, вышивание, выжигание по дереву. Городские мальчишки и девчонки блистали своими талантами. В селе Ташлык прошло выездное совещание по взаимодействию детских садов села и города в вопросах национального воспитания. Сегодня гостей встречали сельчане. Совсем скоро, радушно принимать их будут уже в городе. Мы в дальнейшем тоже собираемся сами ехать в город. Тоже с таким же визитом. У нас тоже свои фишки есть. Мы тоже им можем все показать. У нас вот родители приходят, свои мастер-классы с детьми делают. У нас букеты делает одна родительница. Они изготавливали букеты на день пожилых для наших воспитателей, которые ушли на пенсию. Родители, отцы у нас приходят, скворечники готовили с детьми. Подобные гостевые обмены проходят уже с 2017 года. Дошкольные учреждения перенимают друг у друга опыт. Делятся своими методами воспитания и обучения детей. Сегодняшняя встреча получилась особенно теплой. Закончилась она большим дружным чайпитием. Анастасия Шакирова, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Какие языки знаете вы, спросили мы наших телезрителей в нашем традиционном опросе во Вконтакте. 57% ответили, что русский. 45% опрошенных владеют русским и татарским языком. 2% сейчас изучают татарский, 12% знают английский. Вы также можете стать участником нашего опроса, перейдя по ссылке, которую вы видите на экране. 70 мальчишек сразились за право стать сильнейшим бойцом. В Нижнекамске в третий раз прошел городской турнир по всестилевому карате ВКЦ. Соревнования посвящены памяти Ильназа Чернова. Его не стало в 2018 году в результате несчастного случая. Ему было всего 10 лет. Мальчик подавал большие надежды в единоборствах. Был чемпионом республики. Это уже третий спарринг Радмира Хисамио за сегодня. Мальчишке 10 лет. Он обладатель зеленого пояса. Уверенно выиграл все поединки и стал первым в своей возрастной категории. А увлечение единоборством началось еще пару лет назад, в момент, когда Радмир понял, что ему нужно научиться за себя постоять. Я задумывался. То, что в школе, скорее всего, будут какие-то обидчики. То, что так далее. Так просто надо заниматься самообороной. Я был слабым как-то какое-то время. Из-за этого я решил ходить на какую-то самооборону, что-то учиться. Я решил на карате. Жарким стал и бой Даниса Эльметова с его оппонентом. Юноша пытался атаковать, но с обратной стороны шли удачные контратаки. В карате нужно не только уметь побеждать, но и достойно принимать поражение. Моя тактика была атаковать, зарабатывать очки, но зарабатывать очки не получилось. Слишком мало поднимал ноги и ударял по поясу. На спарринге со стороны смотрит мальчик с портрета. Это Ильнас Чернов. Он сам много лет тренировался и выступал именно в этом зале. В 2019 году его не стало. Трагический случай дома. Мальчик подавал большие надежды. Его тренер Алмаз Матугулина решил организовать в память о лучшем ученике турнир. Когда начинал соревнования, конечно, я не мог даже так вот говорить, как сейчас. Все равно у меня в душе очень обидно, жалко такого спортсмена. И вообще Ильнас, безусловно. Он будет всегда в памяти моей. И я буду всегда стараться делать каждый год эти соревнования. На следующий год я планирую уже не только среди своих школ, а пригласить в другие города. И будет уже там более 100, более 150 спортсменов. Для родителей Ильнаса Чернова эти соревнования – особое событие. Они проходят в день рождения их погибшего сына. На целый день боль утери отступает. У семьи сейчас подрастает сын и есть старшая дочь. Наш сын Ильнас очень любил заниматься спортом. Не только карате, он еще занимался волейболом. И в шинник ходил на легкую атлетику. По нормам ГТО на золотой значок стал. Он очень увлекался спортом. Очень много соревнований посещал по карате. Честь семьи Ильнаса. На татаме отстаивает его младший брат Рамазан Чернов. Он еще только начинает свой путь. На этом турнире стал вторым в своей возрастной категории. Безумилей Херахмана Верхинс говорил. Я победил из-за этого. Но мне брат помог, чтобы я выиграл второе место. Всего порядка 70 мальчишек от 6 до 13 лет вышли на татаме в турнире памяти Ильнаса Чернова. Победители определили в шести возрастных категориях. Алмаз Кашаев, Рафа Веракипов. Новости НТР. Почти у каждого человека в жизни есть увлечение или хобби. Редко кто живет только одной работой или домом. В очередном выпуске программы «Замечательный сосед» Татьяна Зубарева рассказала про коллекцию сов. Провела мастер-класс и рассказала, каким творчеством еще увлечена. Мне стали родственники и друзья привозить совушек с мест, где они отдыхают. Кто-то делал сов своими руками. Даже я сама, например, разрисовывала камушки, шила их. Но мы сегодня немножечко поговорим, не то что поговорим про коллекцию Татьяны, но мы сегодня даже попробуем немножечко воплотить в жизнь какую-нибудь сову. Как мы это будем делать? Давай расскажем. Саву мы будем рисовать на гальке. Рисунки на камнях. Как это происходит, узнаете уже в следующем выпуске телевизионного проекта «Замечательный сосед». Смотрите его сразу после новостей. Впереди информация рекламного характера. Я же с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания. Красивый коза. Я каждый год беру почти. Красивая и качественная в этой обуви вы будете ощущать удобство в каждом шаге. Сапоги, ботинки, туфли, сандалии. Повседневные и праздничные модели. Здесь представлена женская и мужская обувь от лучшей белорусской фабрики. Каждый год сезонные беру, просят все. Я из деревни приезжаю сюда. Ой, а где дела? Я говорю, вот белорусский. Хороший. Хороший, очень хороший. Удобные такие. Более ста моделей обуви. Среди них самая актуальная тенденция этого сезона. Стильные, удобные зимние сапоги и ботинки. Прослужат они вам не один сезон. Натуральная кожа и мех в совокупности с идеальным пошивом – главная гарантия качества. На нашей выставке представлены модели для проблемных ног с высоким подъемом и широкой колодкой. Данная модель с локонизированной подошвой не протекает в сырую погоду. Под горячим давлением кожа спаивается с подошвой, за счет чего не протекает. И ноги сухо и комфортно. Мех натуральный из молодого ягненка сыгреет даже при самых низких температурах. Цены лояльные. Гарантия – один месяц. Приобрести удобную и стильную белорусскую обувь по приемлемым ценам можно в торговом центре «Барс-1». Расположен он по адресу Менделеева, 31, цокольный этаж. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР. В среду 23 ноября в Нижнекамске ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем минус 6 градусов. Ветер восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В четверг синоптики обещают пасмурную погоду и небольшие осадки. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.